Друзья, из моего небольшого опыта я заметил, пока я на земле, две вещи. В вопросе воспитания детей есть две крайности. Я хотел бы обратиться к родителям, у кого маленькие дети, к бабушкам и дедушкам, у которых есть внуки. Две крайности, которые мы, как родители, или ошибки можем допустить в воспитании детей. Первая крайность — это когда мы пренебрегаем нашими детьми. Это когда вы знаете, что сегодня, в современное время, кажется, когда мамы и папы оставляют своих детей и уходят из дому. Ради каких-то других дядей, тетей. Иногда разрушаются семьи, и кажется, как это возможно, чтобы мама оставила своих детей, своего ребенка. Но об этом было написано в Библии давно. Кажется, по-человечески это невозможно. Друзья, но помните, что то, что даже нам кажется невозможно, когда человек уходит от Бога, и когда дьявол влияет на наш разум, то тогда он настолько его повреждает, что мы с вами свидетели того, что происходит сегодня. Дальше, когда родители не уделяют внимания достаточно своим детям, когда родители не учат своих детей умышленно. Я очень подчеркиваю эту мысль. Когда умышленно, то есть запланированно, специально собирают своих детей, не учат, не рассказывают им, не вкладывают в них божественные истины. Когда они их учат только технике безопасности, но не учат их Библии. Вот это одна крайность и ошибка родителей, когда они пренебрегают. Вторая ошибка родителей, когда родители поклоняются своим детям. Вы не ожидали такого услышать? Родители поклоняются своим детям, и дети стают идолами. Вы думаете, это невозможно? Вы посмотрите внимательно, внимательно посмотрите, и вы увидите, как иногда, не дай Бог, идола тронешь, будет взрыв. А после взрыва всегда много жертв, а этого не стоит. Не дай Бог, ребенок не покушал вовремя или правильно? Скандал. Не дай Бог, ребенок не оделся правильно? По цветам. Скандал. Не дай Бог, ребенок не пошел спать вовремя? Может быть, серьезный разговор. Если есть предложение одного из супругов, может быть, Ханя, давайте уедем куда-нибудь, уединимся, только мы вдвоем без детей. Как без детей? Ты что, куда я без детей? Ну, как без детей? Вот это, друзья, симптомы иногда, когда дети стают идолами. Я совершенно не против здорового образа жизни для наших детей. Пусть и кушают правильно, и одеваются, и спать ложатся вовремя. Совершенно я не против. Но когда из-за этого теряется мир, то я хотел бы обратиться ко всем семьям, родителям. Помните, мир дороже, чем бреквест. Мир в семье, в отношениях, дороже, чем одежда. И многие другие вещи. А еще важно понимать, что Бог еще дороже и еще важнее. Иногда я и вы, я думаю, свидетели того, когда бывают папы или мамы, так знаете, сильно заявляют. Для меня дети, это так важно. Я детей никогда в жертву не принесу. Дети вот так. Я вот как бы никогда детьми не буду пренебрегать. Я никогда их ни на что не променяю. Ничто не станет выше, чем мои дети. И хочется только одно пожелать таким заявлением. Дай Бог, чтобы через лет 10 и 20 у тебя получилось. Я вам расскажу из моих наблюдений. Я знаю родителей, которые своих детей отдали в лучшие христианские частные школы. Они своих детей возили на все кружки, которые только есть. На музыкальные и на спортивные. Жили и дышали на детей. Сегодня их детей нет в церкви. Знаете, в чем ошибка? Стоит их отправлять и на кружки. Стоит в них вкладывать. Стоит их любить. Везде возить. И в школу лучшую. Все стоит. Только знаете, в чем может быть ошибка? Я слишком понадеялся на себя. Я такая хорошая мама? Не, я своих детей никогда не принесу в жертву. Не, я своих детей... Друзья, расслабьтесь. Таких уже заявлений было слишком много. Если Бог, написано, не созиждет дома, то не надо много думать, что ты такая хорошая мама, а ты такой отец умный, начитался столько книг. Делай все, что ты можешь со своей стороны. Все, что ты можешь со своей стороны. Написано, коня приготовляют на день битвы. Ты делай все самым лучшим образом. Но помни, что победа от Господа. И хочу обратиться к тем, у кого дети не ходят в церковь. Я помню, как еще мой папа говорил некоторым родителям. Ходите в церковь. Ведите детей в церковь. Ради детей ходите. Сегодня их дети, их сыновья в криминале, в тюрьмах. Другим семьям... Это я еще помню, мой отец. Это я так, с наблюдений вам рассказываю. Говорил, идите в церковь. Ради детей хотя бы. Ведите детей ваших в церковь. Сегодня одна из таких дочерей уже забеременела. Не помню, в 17 или в 16 лет. Все сбывается. Вот это такие опытные наблюдения. Сегодня некоторые семьи, я знаю, смотрят нас онлайн. Но они не в церкви. Их дети тоже не в церкви. Как мне хочется кричать. Родители, ведите, бегите. Ведите детей в церковь. Когда наши дети в церкви, это еще не гарантия, что все будет суперидеально. Но если они без церкви растут, это катастрофа. Поэтому я призываю родителей. Сделайте все возможное в вашем графике, в вашем расписании, чтобы ваши дети были в здоровой, духовной атмосфере. Пусть они не успеют на какой-то кружок футбольный или музыкальный, но чтобы они были в церкви. Потому что вы можете быть супер-мама. Они будут кушать супер-хелфи. Но потом будет много слез. Важно, друзья, помнить, что важно Бог. Самое важное – это Бог. Почему я говорю, что дети могут стать идолами? Потому что родители могут любить детей больше, чем Бога. А в Писании написано, слушайте, радикальное Евангелие, Матфея 10, 37. Кто любит отца или мать, кто любит сына или дочь, более нежели меня. Это Евангелие не совсем легко принять любящим родителям. Но если родители или бабушки, дедушки поклоняются детям больше, чем Богу, на детей время всегда есть, а на Бога нет. Настолько себя вложили в детей, что для Бога не осталось времени. Вот тогда проблемы, перекосы в приоритетах. Написано в Библии заповедь для всем верующих. Возлюби Бога больше всех, всем сердцем и всей душою. На первом месте люби Бога больше. Люби Бога больше, чем своего мужа. Люби Бога больше, чем свою жену. Люби Бога больше, чем своих детей. Я знаю, оно так конфликтует, оно нелогично. Но если ты будешь любить Бога больше, поверь, любви на детей хватит. И это будет правильная любовь, сбалансированная. Если будешь любить Бога, ты не сможешь не любить мужа или жену, или там врагов. Потому что твоя любовь закончилась, я знаю. Твоя любовь закончилась. Вот почему, слава Богу, что не ты источник любви. Не ты, а Бог источник любви. Вот в этом есть надежда для нас. Что если мы к Нему подключаемся и понимаем, что моя любовь, по-человечески терпение уже все. Вот оттуда можно принимать эту любовь. Поэтому, друзья, помните об этом. Чтобы все у вас было правильно. Сначала любите Бога, и время для Него должно у вас обязательно хватать. А потом уже ваши супруги, детки и все остальное. Будьте благословенны, родители. Будьте мудры. Я вас благословляю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова